дорогие друзья сегодня мы снимаем первый выпуск моей новой рубрики моего youtube канала в этой рубрике мы будем встречаться с интересными людьми из различных сфер человеческой деятельности это те люди которые сами себя сделали в исламской религии говорится о том что каждый гость который приходит в ваш дом он приходит со своим ризахом или со своей долей и каждый человек получает вознаграждение от аллаха за то что он встречает и привлечает гостя у себя дома это очень важная традиция сегодня я пригласил владислава чечеткина одного из крупнейших бизнесменов украины основателя крупнейшего интернет-супермаркета розетка с объемом продаж около полтора миллиарда долларов я думаю эта встреча будет интересна для многих предпринимателей из казахстана особенно из сферы айти бизнеса и так встречайте владислав чечеткин его фаркапы сегодня у нас такой особенный состав гостей приглашал я чуть больше людей но откликнулись почти все двое трое только не смогли приехать поэтому вам ребята спасибо что сегодня приехали к нам в степь в гости в нашу вот такую степную студию тема нашей сегодняшней передачи связана с основной темой которая с которой я часто выступаю перед молодежью и я говорю что успех уникален его повторить невозможно а вот ошибки типичны поэтому я всегда призываю молодежь изучать чужие ошибки соответственно тема нашей сегодняшней передачи или наши наших посиделок это фейлы пока ты и неудачи славы чечеткина ничего особенного не было я родился в обычной советской семье в украине во-первых я смотря было тяжело нужно было только учиться ничего больше не заниматься во вторых у меня сильно болела мама и в общем родителям было не до меня скажем так а мне было не до школы конце школы я решил что я сильно сильно устал учиться и гораздо проще пойти поработать конце школы уточни какой последний класс и после школы я не пошел никуда поступать я пошел работать да я законе нет я закончил 90 класса после 90 класса не пошел в институт я пошел работать но как бы кому нужен выпускник средней школы без без ничего за спиной про бизнес я вообще-то особо тогда и не думал хотя изначально как-то так купи-продай меня получалось хорошо в общем короче единственное место куда устроился работать это было курьерская служба называется пони экспрессом до сих пор существует по моему она из украины и ушла есть россии ну какая такая история и поработав полгода в качестве пони да я понял что лучше пойти поучиться потому что работать оказывается не так прикольно как учиться я не хочу показаться сильно как это грамотным но я ее факту пони экспресс у них платили за количество доставок я достаточно быстро заработал купил себе мотоцикл мотоцикле делал сильно больше доставок чем пешие курьеры да если честно я не то чтобы я уволился с пони экспресс и пошел учиться меня туда уволили потому что они посчитали в общем-то претензий ко мне не было ну то есть там курьер не может украсть или не тоже может курьер не доставить я все доставлял но как-то у них получилось что запаса у меня была выше чем у директора месяца три на или четыре последних моих на этой работе это продолжалось меня конце концов со мной растали добыла стиль на оплата за каждый пакет и я пошел учиться изначально выбрал коммерческий вуз тогда они уже появились украине это был полноценный это был полноценный вуз я же никогда не учился другому я учусь только в этом поэтому как бы какой там был нет это был пятилетний нормальный пятилетний пятилетний вуз у меня да у меня диплома высшего образования украинский даже даже более того с отличием красный который называется вот да но он коммерческий был выбран потому что не надо было платить взятки то есть как бы тогда в общество было в принципе сейчас больно она была как-то в это все начала было очень сильно поверхности то из-за преподавателей зарплаты не было до была запада там какие-то три копейки и за каждый там экзамен или за каждую там курсовую и за счет на что-то там задачи нужно было какие-то ну вообще знакомое слышал от своих друзей которые пошли учиться на году на раньше я после школы они пошли учиться я пошел работать я слышал дошла за все на такие деньги платить меня было какое-то сумасшедшее неприятие этой истории и я пошел учиться в коммерческий вуз по этому поводу в твою очередь коммерческий вуз главный вопрос который интересовал коммерческий вуз на тогда если у меня деньги будут платить тот он 500 или 600 долларов в год когда отец уже как-то чуть-чуть разобрался с обстановкой это был 96-97 год уже как бы ну скажем за сына 400 долларов в год он платить мог со школы ну с последнего класса школы там без первой работы я там уже там тоже потерялся то есть не могу сказать точно когда потому что это не вару не веду и не вел родители перестали мне финансово помогать ну как они меня кормили я жил в их квартире все остальное уже было на мне да родители дали мне образование оплатили мое образование я год проучился мне стало скучно брата тогда старшего появился бизнес бизнес был компьютерных комплектующих и компьютерной техники вот сразу здесь вопрос тебе вообще в жизни пригодится образование я глубоко уверен что да я глубоко уверен что да у меня есть такая история я перескочу на 10 лет вперед уже была розетка я пошел учиться в очередной раз это был не бей это был такой курс 10-месячный как бы прообраз назовем так это такого себе экзотики убей я учился с парнем который был тогда директором маркетинг директором большой строительной компании то я придумал супер там способ в розетке учета оффлайн покупателей ну потому что понятно тогда была история такая что онлайн покупала там скажем то есть вложила в корзины покупал через корзину там 5 или 10 процентов человек 90 человек звонила их нужно было как-то учитывать потому что ну известная же истина о том что 50 процентов маркетинговым бюджетом тратим не туда понять какие 50 явно спрашивали олег вот зашел разговор про образование про то я там хвастался о том как я в институт ходил плохо и так далее он что-то свое рассказывал вот скажи мне ты в маркетолог как решить вот такую задачу надо сказать эту задачу решал с большим трудом мне буквально менделееву ночью приснилось я подорвался чтобы не забыть что мне приснилось как решить вопрос и мы что-то решал задача успешно как оказалось потом это был классический инструмент или дает мое решение просто сходу и я сейчас мы не конечно не можем нет машины времени мы не можем узнать его было если бы я этому сути учился с утра до вечера да не ходил бы не занимался бы бизнесом и там не работал у брата и не приобретал бы какую-то ну как бы так сказать не переваривал бы этот мусс через реальную жизнь вот но я глубоко уверен что если у вас есть возможность учиться и родители готовы вас в этом деле поддерживать то нужно хорошо выучиться и хорошо использовать этот шанс потому что очень много ошибок и очень много неправильного того что я понимаю сейчас с возрастом например я делал в моей карьере бизнесмена и и думаю что если бы был бы были бы эти знания или кто-то ну то есть должен либо кто-то тебе что-то рассказывает да ты же должен ему верить вот либо это нужно быть знание что делать ну как то вот ты хотел быть бизнесменом или ты не планировал как я всегда у меня отец из одессы и мои предки были одесскими торговцами большими потом присылает вы что там многие евреи это много объясняет пришла революция и всех раскулачили но как-то вот корни какие-то такие остались и я помню что чем советском союзе еще в начале там в конце 90-х когда уже были тогда были в этом фарсовщики то есть он туда заметьте тюрьму засадили закупи продай да он говорил что вот все рассказывают по производства надо произвести нужно сделать такое понеближительное отношение ну вот и сделал а дальше что с этим делать как ты это то что ты сделал поменяешь на что-нибудь то что нужно тебе это как-то зародила во мне ну то что зародила у меня видимо был к этому какой-то как вы не говорят хыст хыст это типа предрасположенность да вот и я изначально в общем-то этим занимался то есть я еще повторяю я я пошел работать на самом деле 12-13 лет у меня была большая собака мне родители купили собаку этой собакой занимался ребенок ничем больше не занимался только собакой собака была очень воспитана надрессирована и так далее правильно с этим оказывается по и по и были люди которые ну и опять таки я не помню я не понимаю мне тяжело понимать поставить реальность то что методом дядька уже больше 40 лет и что я общаюсь с молодежью которая родилась после того как я начал свой бизнес да тогда была популярна эти собственно собаки всякую украине в киеве большие собаки все там как-то хотели от них чтобы у них защищали эти собаки что они были в то же время воспитаны слушались и так далее были так называемые собачьи площадки я сейчас эти собачьи площадках площадок заниматься собаками тогда тренировка этих собаки стоила там по ум 5 долларов если не ошибаюсь это были очень большие деньги потому что зарплата была официальная там долларов около 20 в украине это какие ну 90 1 2 3 вот и я скорее закатывался быть не бизнес ну так вот внутренне я не чувствовал себя бизнесменом и чувствовал себя предпринимателем то есть таким так называемым индивидуальным предпринимателем со временем нет 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 точно мне не хотелось бы для ученым нет них не хватало усидчивости да и какой-то культурным деятельным скультурами тоже не очень сложилось вот а потом продолжали историю я пошел будет и брату отработал у брата на работе с другом своей будущей женой поженились и когда супруга была в декрете она мне сказала я вам рассказал тоже за историю ютюбе там ну повторю еще раз она сказала мне что я не пойду работать в офис на кого-то я хочу свой бизнес прежде всего я хочу больше свободного времени часто звучит конечно очень смешно а во вторых да во вторых я хочу зависит только от себя я хочу свой бизнес женщина в декрете невыносимо мне хотелось как можно быстрее и вытащить из дому потому что моя жизнь превратилась в сплошные так сказать вопросы где ты почему-то до и она и я собственно раз построил как построил не построил я по большому счету я выбрал решение про интернет торговлю было принято давно чтобы ну как бы я в конце девяностых начале двухтысячных уже был интернет активно я был связан как бы там с товаром навыки купи-продай условно нюх на какие-то сделки у меня был с детства и я продавал в интернете украине уже были интернет-магазины уже тогда был amazon уже тогда было известно что это достаточно большой бизнес тогда были форумы я на форумах не удавалось на форму достаточно неплохо продавать я уговаривал свое руководство ну собственно я своего брата он уже был тогда генеральным директором под ним были топ-менеджеры уговорил этих топ-менеджеров построить интернет-магазин убеждал их что это нужно делать что получается что есть бизнес в этом и так далее мальчик идей не мешай работать вот а тут появился не только человек который меня поддерживал человек который от меня требовал бизнес так появился интернет-магазин изначально было решение чтобы заниматься косметикой ну не мы супругом и супругом я продолжал работать я как бы боялся вот ну во первых меня был уже маленький ребенок ничего за душой как бы кроме работы не было и конечно там с точки зрения безопасности я оставался на работе или мы построили магазин в самый последний момент буквально там за месяц перед запуском интернет-магазина косметические компании заметили интернет-торговлю в мире запретили торговать косметикой интернет но это там такие компании как Bulgari или как Chanel и так далее то есть ну короче самые большие косметической бренды одновременно все запретили торговлю своей продукцией в интернет делать было нечего интернет магазин уже был код был собственно написано я занимался разработка функциональности этого кода. Не так. Имеется в виду, что я ставил задание по этому интернет-магазину, коду я не писал. И нужно было срочно как-то... Деньги уже были потрачены там, достаточно большие для меня. Нужно было срочно переделывать идею, что как бы, что продавать. Ну, в общем-то, было логично абсолютно. Мы, как в этом анекдоте, что охраняешь, то и имеешь. То, чем я занимался, в общем, на тот момент уже восемь или девять лет, и, в общем-то, занималась моя супруга, мы начали торговать электроникой. А вот теперь на этом моменте я остановлюсь. Сейчас брат чем занимается? Брат небольшой бизнес. То есть он продолжает свой бизнес? Да, он продолжает свой бизнес. Дело в том, что при первой нашей встрече мне особенно понравилось, когда Слава сказал, что я работаю в компании, куда меня жена на работу приняла. И вот про историю, то, что у него супруга Ирина, спасибо. И Ирина, если она увидит это видео, за то, что пригласили к себе домой. И я эту историю реально послушал, мне она реально очень понравилась. Здесь вопрос такой, просто чтобы ты опять не скатился в разговоры про розетку, про вот эти детали, вот эта вся информация уже в ютюбе есть. И, кстати, для тех, кто не знает, посмотрите в ютюбе очень много интервью со Славой Розеткиным. Действительно там очень много. Он рассказывает про розетку. Для тех, кто не знает, это огромная компания номер один в Украине сейчас, супермаркет с продажами там, как я говорю, больше миллиарда долларов. В этом плане мы тебе, конечно, много желаем успехов, но все-таки вернемся к теме нашей сегодняшней беседы, это пока ПТЛ. Ты знаешь, вот я по своему опыту знаю и своей жизни, я почему-то до, наверное, 30, 27-30 лет я жил так, как живется. Вот живу, живу и как-то вот возникает проблема, я решал там, ну, жил как-то как обычной жизнью. И где-то в возрасте 27-30 лет меня торкнуло. Именно торкнуло, у меня появилась осознанность. Я не знаю, либо это со мной только так произошло, другие люди всю жизнь осознанно живут, или у меня так. Я в какой-то момент начал анализировать свои действия и научился смотреть на себя со стороны. И, соответственно, научился делать выводы в отношении своих ошибок, где я неправильно поступил, научился корректировать свои действия как-то. Но в какой-то момент я отчетливо помню этот период, и я даже удивился в тот период, думаю, неужели я все эти годы до этого жил, ну, по сути, как животное. Ну, я извиняюсь за аналогию, но я действительно живу. Глаза видят проблему, я решаю там. Есть проблемы с кем-то, я разговариваю, как-то решаю. Ну, это жил, вот как потоки, я не смотрел на себя со стороны. А тут вдруг появился такой взгляд, что вот как со стороны, там, режиссер или кто смотрит и говорит, там, братан, ты не туда идешь, ты не так делаешь. А это случилось, потому что ты вот так до этого так делал. И во мне, как бы, как раздвоение личности, получилось такой эксперт, надзиратель, если хочешь, или там, какой-то психолог у меня внутренне получилось. И это осознанность. У тебя такое было? Если было, с какого возраста ты чувствуешь, что начал жить как-то вот по-другому? Ветер дует, я теперь казахов понимаю. Глаза постоянно связятся. Ну, знаешь, у меня заводские установки хорошие. Ну, на самом деле, я постановлю анализирую, как бы, какие-то неудачи свои. И, честно говоря, гораздо реже анализирую удачи. И всегда нахожу, пытаясь найти в неудачах объяснение, что я сделал не так, это не так, вот здесь не так. А ты с какого возраста у тебя? Всю жизнь? Я не могу ответить точно. У меня есть мой друг. Так получилось, что мы с ним пересекались много раз. Мы с его женой будущей учились в одном классе. Мы с ним учились в одних классах, но в разное время. Я уходил, он приходил или наоборот. Познакомились мы с ним уже в институте, по моему бизнесу, по его бизнесу, по нашему бизнесу. И он мне всегда постоянно говорит, что вот там, что ты норишь, налоговая пришла, сам виноват, кто-то сделал не так. А что ты норишь, у тебя там что-то украли, сам виноват, положил не на место. И как-то вот это, почему-то я, мне кажется, что уже это было после знакомства с ним, то есть 20 с чем-то лет. Ну, примерно 20? Ну, 3-5, вот как-то так. То есть он своими правильными вопросами на тебя... Да. Но очень часто, на самом деле, в этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что ты как бы анализируешь, что ты в следующий раз не сделаешь, а минусы в том плане, что ты циклишься на каких-то своих ошибках. А очень часто это не твои ошибки. Знаешь, когда это история, когда тебя обманули, очень часто, то есть когда ты, точнее, обманул человека, это не потому, что он лох и дал себе обмануть, это потому, что он тебе доверял, скажем так, а ты нехороший человек и не оправдал доверие. Поэтому тут вот у меня, например, сейчас я стою в другую сторону. Я думаю о том, как бы, где все-таки мои ошибки, да, а где это какие-то ошибки других людей. Например, я так поступаю со всякими договорными отношениями, да, когда это не вопрос там прям жизни или смерти, когда это не все мои деньги, условно говоря, какие-то, ну, какие-то разумные плюс-минус риски. Я эти риски оформляю чаще всего на словах. Да, потом юристы оформят, да, потом это как-то там произойдет и так далее, но сейчас на словах, быстрее-быстрее побежали, быстрее-быстрее попробуем, быстрее-быстрее делаем. И, конечно, случается так, что меня обманывают и случается так, что люди пользуются этим и так далее. И я там думаю, блин, надо было там написать это все дело. Но в реальности это помогает жить, да, то есть доверие человека к человеку помогает тебе жить и очень сильно ускоряет твою жизнь. Вот ты, получается, ты знаешь, вот у меня тоже за всю мою жизнь произошла такая эволюция, вот этого понятия и моего отношения к доверию. Я сам очень доверчивый человек. У меня раньше было так. Доверяй и не проверяй, потому что своей проверкой ты оскорбляешь доверие. Потом меня много покидали, обманывали и так далее. Я для себя изменил правила. Я сделал доверяй и не проверяй, но знай, кому доверяешь. Я пожил с этим правилом лет 5-7, меня опять много обманывали, кидали и так далее. После этого я понял, что эта формула тоже не работает, потому что я не разбираюсь в людях, оказывается. Интересно, далее у меня эта формула мутировала в другую конфигурацию, которая на сегодняшний день звучит так. Проверяй, 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 потом доверяй. Я на этой формуле тоже прожил, наверное, лет 6-7. Тоже она сработала очень плохо. Потом я анализировал, анализировал и последние лет 8 живу с таким правилом. Проверяй, 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 потом доверяй, но не создавай условий, при которых он может тебя обмануть. Вот это конечная формула, с которой я работаю и слава Аллаху, пока у меня сбоев не было. Я так понял, так как ты доверчивый человек, ты знаешь, вот на самом деле всегда обманывают людей, которые доверчивы. Потому что у меня есть теория асимметрии добра и зла. Из-за этого тебе не надо однозначно становиться плохим человеком, подозрительно плохим. Надо продолжать доверять, но все-таки, наверное, вот эта последняя часть формулы тебе надо дорабатывать. Скажи свою эволюцию по отношению доверия к людям. У меня на самом деле сейчас другой совершенно статус, скажем так, чем тот, который был, и ни в коем случае это не статус по бизнесу, или я себя никак ни в коем случае не хочу, чтобы вы правильно поняли то, что я говорил. Мне сейчас очень-то очень редко нужно кому-то доверять вот таким, в таком вещи. Потому что сейчас, если уже проходят какие-то там решения, связанные с покупкой бизнеса, или с продажей бизнеса, или с какими-то такими долгосрочными вещами, то уже большие очень риски. И плюс как бы все-таки опыт, я без юристов не обхожусь. То есть мы с юристами этим делом занимаемся. Но если говорить в жизни, все равно какие-то мелкие дела остались, относительно мелкие дела остались. Или говорить, например, к предыдущему опыту. Я себе вырубал такую формулу. Я готов практически без, ну понятно, с раздумиями, да, но если я плюс-минус в это верю, плюс-минус в эту сторону, мне это выгодно и интересно. Я готов верить без каких-либо дополнительных, как бы так сказать, подкреплений юридических, что ли, или каких-то еще подкреплений. Готоверить человеку на ту сумму, которую мы с человеком начнем заработать. То есть это когда был бизнес, там был относительно небольшой, когда были какие-то там такие, ну не знаю, партнерские отношения, там типа, кто-то кому-то там тебе там дает товар на продажу, или ты, точнее, ну какие-то такие вещи были. То есть я человеку верил на сумму, которую, понятно, что если человек мне говорил, там не знаю, давай начнем заниматься чем-то, что я сто процентов не хочу, и это не мое, как бы, да, я в это дело не вступал. Ну, например, должи денег, да. С должи денег у меня там формула такая. До этого была формула, я готова должить денег на вот ту сумму, которую мы заработали практически без каких-либо вопросов я готова должить. Ну, и в какой-то случае я останусь при своих, потому что потеряю то, что мы уже и так заработали с вами. А сейчас я пользуюсь историей, что одалживают ту сумму, которую мне не жалко потерять. Ну, то есть ты лимитируешь свой риск суммой? Да, лимитирую свой риск просто в том, что, ну, это какие-то бытовые абсолютно вещи, это не про бизнес, это просто про ежедневную жизнь. С бизнесом я даже подзапутался, но изначально то, что я вам говорил, да, изначально сейчас история такая, что большие какие-то вещи все равно юристам необходимо. Потому что опыт показывает, что партнерство – это все хорошо, но партнерство должно быть, четко должно быть прописано. Как, что и почему. Потому что люди меняются, особенно если это какая-то долгая история, там, несколько лет. То, что будет с тобой через три или через пять лет, нам вообще неизвестно. Ну, вот у тебя больше, возьмем теперь есть и твою жизнь, как цепочку таких непрерывных факапов, фейлов, да. Понятно, некоторые говорят, человек движется от успеха к успеху. Я больше верю в то, что человек больше двигается от ошибки к ошибке. Потому что ошибка все-таки является хорошим уроком, и хорошо эти развития идет пилой, но вверх. Вот самая большая твоя ошибка, она связана с людьми, или она связана с бизнесом, или она связана с расчетами? Я не… Я очень долго принимал решения, и с расчетами, честно говоря, пока я ошибок не могу вспомнить даже никаких. Мне тяжело вообще говорить про то, что только самая большая ошибка, потому что я там достаточно молодой человек, и… Ну, ты достаточно. И при этом прикольно звучит, да. Представь свою жизнь как череду фейлов. Не совсем так. Фейлов было все-таки меньше, наверное, чем успехов. Основные ошибки все-таки связаны с… Наверное, сейчас, например, да. Мне гораздо, конечно, проще говорить тебе, когда ты находишься в том, в том, в чем ты сейчас варишься, да. Частные ошибки у меня связаны с тем, что у меня нету, например, очень часто нету проверки людей, да. То есть нету, как бы есть какая-то задача, например, которую люди должны выполнить. И там, ну, мы о чем-то договорились, да. А у меня нет вот этой истории, как вы говорите, проверять-проверять. Да. То есть… И это вопросы все-таки не как бы… не партнерство все-таки, да, а просто вот… просто какой-то текущего бизнеса. Там, когда какой-нибудь из… ну, понятно, в моем случае из руководителя, да, не выполняет своих дебютов. Задачи, которые на него возложили. И я сейчас борюсь с тем, что я пытаюсь… я всегда строил компанию как… ну, я никогда не работал в большой компании никогда в своей жизни, и супруга моя никогда в жизни не работал в никакой большой компании. Поэтому мы строим компанию там с нуля, как мы ее понимаем, как мы ее видим. У нас там почти нету бюрократии, да. Бюрократия – это и хорошо, и плохо. Государство, например, умеет проверять, да, исполнение поручений. Бюрократия стабилизирует процессы, да. Да. Она их, с одной стороны, тормозит, поэтому ее все не любят, да. Она требует там стандартизацию всех процессов, вот. Ее тоже по этому поводу не любят. Но она и приводит к тому, что большим кораблем можно управлять. Да, да. То есть не тогда, когда ты сам капитан, когда ты сам там, даешь ходу кораблю, и крутишь штурвал, и на якорь бросаешь одновременно, и еще и разбираешься, где северо, где юг. А тогда, когда у тебя, когда ты капитан круизного лайнера, представь себе, у тебя пять тысяч пассажиров и сто человек команды, которые занимаются только тем, что швартует, отшвартовывает, выбирает направление и все остальное. Ну, хорошо. Посмотреть. Возвращаясь к ошибкам, да. Есть ошибки, которые связаны с потерями. А есть ошибки, которые не позволили тебе достичь еще большего чего-то, какого-то успеха. Хорошо. Вот у тебя есть какая-то ошибка или фейл, который ты мог бы сказать, что вот если бы я тогда так не поступил бы, то я сейчас там был бы, розетка была бы еще круче, или я там был бы круче как человек в чем-то. Ситуация выбора, при котором ты сделал неправильный выбор. Ну, я отношусь к этому очень философски, потому что никто не знает, что было, если бы я решил по-другому. Да. Поэтому я могу только гадать. И я, честно говоря, стараюсь не циклиться на этом. Я стараюсь сделать какие-то такие мелкие штрихи себе, записывать себе записную книжечку в голову, что здесь неправильно, здесь можно было сделать по-другому, здесь меня кто-то где-то обманул, здесь что-то еще. Все, например, мои какие-то вещи, когда я пробовал заниматься бизнесом, который был не связан с моим основным бизнесом, да, там, ну, не знаю, ну, я даже пример сейчас не приведу, но они все, эти все примеры были отрицательными. Я везде потерял… То есть ты инвестировал время или деньги в другие бизнесы, не связанные с основным бизнесом, да. Я везде потерял. То есть я какие-то такие правила, да, ну, например, все игры с государством, все это самое, я всегда твердолобо доказывал, что я прав. И я сам себе напоминаю анекдот, когда, знаете, здесь лежит Джон, который доказал водителю грузовика Питу право очередного перехода, пешеходного перехода. Слава Богу, я там не лежу, но меня потрепали, потрепали сильно, потому что ему все равно, он пришел на работу, лампу включил, у него время пошло. А у меня это время, это нервы, это риски, это потери денежные, остановка бизнеса и так далее и тому подобное. И от того, что я кому-то что-то доказал, в его жизни ничего не поменялось, но та же лампа может быть на другой месте. А это не связано вот то, что у тебя там были обыски одно время, сильно кошмарили? Связано. Можно было решить этот вопрос, наверное, можно было решить этот вопрос просто с самого начала. Ну да, я доказал, что я был прав там или что, а я им ничего не дал. Ну, через два года их выгнали в Россию, они там сейчас прячутся где-то, кто где, но снова в России. Ну и что? Ну и что? Ну и что? А что мне от этого? Ну что мне от этого? Да. Ну, ты досел в руки взлет. Да. Ну, слава Богу, после этого государство сильно поменялось и, как бы, таких историй, как, в общем-то, не зря в Украине Майдан стоял, как бы, как бы, как бы это ни звучало. Для, имеется в виду, для казахов, например, да, потому что в Украине это однозначно, мы однозначно понимаем, что мы не зря стояли, государство сильно поменяли. Да, я надеюсь, что больше никогда такого не повторится. Просто вопрос, я пытаюсь, ключевым фактором успеха явилось больше то, что вы делали в то направление, угадали направление, в котором произошло потом. Марглан, я не могу ответить никому на этот вопрос, меня очень часто по этому поводу спрашивают, там, я всегда шучу, знаете, как, я посмотрел это у одного очень известного украине человека. Он говорит, когда меня спрашивают, там, друзья или какие-то богословно ко мне расположенные люди, и спрашивают меня, почему там у тебя получилось. Я начинаю сказать, потому что я сделал вот это, вот это, вот это, вот это, как у меня болело, как я над этим работал, почему я сделал такой выбор и т.д. А если меня спрашивают так, просто чтобы спросить, или спрашивают люди, которые расположены ко мне не очень хорошо, я говорю, просто повезло. Ну, на самом деле, в этом доле правды, большая доля правды. Везение играет большую роль в нашей жизни, конечно же, то есть, конечно же, могло быть по-разному, знаете, то есть, и, например, то, что мы семья, и мы занимаемся бизнесом, партнеры, и семья и партнеры, это очень большой плюс для старта, да, это огромное доверие, безграничное, скажем так, ты не проверяешь, что у тебя нету истории доверяю, но проверяю, или проверяю, 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 нет. И сразу, с партнерствия, ты уже выбрал человека, ты уже с ним человеком, ты уже в партнерстве, и ты об этом еще не думаешь. Но, знаете, жизнь же такая штука, я видел бизнесы, которые переставали существовать, когда переставала существовать семья. И был ли такой риск? Ну, как бы, допустим, моя жена, конечно, был такой риск. Ну, как бы, мы счастливы вместе, у нас трое детей, и мы развиваем свою семью, и так далее, но риск такой-то, конечно, присутствовал. Вот. Видите, этот риск не реализовался, реализовался лучший сценарий. Да. Вторая история, я был полностью уверен, что мы обеспечим свою семью, как бы, да, ну, то есть обеспечим, ну, как, я не был полностью уверен, потому что я же говорил, вам рассказывал, что я уволился с работы только когда уже бизнесу было 3-4 месяца. И когда было понятно, что супруга сама не справляется, ей нужна помощь, она, такая у нее была история, что я все сделаю сама, не надо мне брать там помощников, я все сделаю сама, да. И я уволился, пошел к ней работать, ей помогать, и, ну, потому что было понятно, что она все сама не сделается, там, растущим бизнесом ничего не произойдет. Но я был полностью уверен, что я там прокормлю свою семью и могу это сделать. И я, как мы несколько раз возвращались к этому, как-то прошло мимо, да. То есть, если бы супруга мне не сказала, что ты сидишь на попе ровно, давай беги и делай мне бизнес, там, и не пнула меня бы, да, то я бы дальше сидел бы и работал бы. То есть, я был бы там ископачим, менеджером. Ну, там, ну, я бы точно не, 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 ну, как, нельзя говорить точно, конечно, что. Роли женщины выступает. Да, я бы не голодал, я бы, я был бы обеспечен, я бы, был бы там, высокий, средний класс, вот, но я бы не был бизнесменом, скорее всего. Потому что она меня потребовала, чтобы я нырнул в это делать. А я не нырял, потому что я боялся, я боялся, там, что делать в бухгалтерии, что делать с этими, там, армиями людей, ну, армии, про армии, конечно, речи не было, но, что делать с этим бэк-офисом, да, как, как решать такие вопросы, как решать просто государство, как решать то, как решать все. Как-то вот мне потом, мне кажется, уже была розетка. Есть такой сэр Ричард Брэндсон, который владелец Вёрджина и чего-то еще там, я уже не помню, у него этих бизнесов миллион. Он написал книжку такую ортобиографическую, которая называлась «К черту все, берись и делай». Вот мне, например, эта книжка очень сильно зашла. Я уже был бизнесменом, уже был бизнес, уже была розетка достаточно успешная. Где-то вот в рамках чего-то, учебы какой-то или чего-то, я прочитал эту книжку. Вот она мне как-то так зашла. Я даже уже не помню, о чем она. Ну, какие-то отдельные факты, помню. Но на меня, для меня это вот очень важный такой был, как бы. Такой вопрос. А вот были ли у вас такие моменты, когда вы чисто для себя решили проверить, да, вот вы там на полгода или там на два месяца или на год, может быть, просто отходили от бизнеса, да, там, и бизнес он дальше развивался. То есть были у вас… Ну, сознательно не отходило бизнеса. Это как бы достаточно больно проверять. Вы считаете себя свободным человеком, да, то есть когда вы можете сейчас, например, уехать, вот, например, да, там… Вы понимаете, что там… Я… В разные моменты бизнеса происходят разные вещи. То есть понятно, что чем взрослее бизнес, тем потенциально у тебя больше времени, как бы, там, у SEO, скажем так, этого бизнеса, да, потенциально больше времени на какую-то жизнь вне бизнеса, назовем так. Да. Но, с другой стороны, все равно же бизнес, там, как же, как и там, не знаю, так же, как и любой человек, он переживает разные моменты времени, да. То есть какой бы он ни был там взрослым, умным и так далее, он может приболеть, он может там… История может поменяться по сторонам и может быть что-то еще. Поэтому в разные моменты есть разная… Вовлеченность, разное количество времени, которое необходимо проводить, трогая бизнес руками. Но вторая еще… Вторая часть в том, что все-таки я… Ну, у меня единственный бизнес, да, и я все время все равно… В голове все равно я там, все время. То есть мне нет истории, когда я там думаю, я о нем не думаю. Я на охоте, я думаю про бизнес. Я… В отпуске я думаю про бизнес. Делаю или думаю, принимаю решение или забиваю гвозди, но я все равно постоянно я в бизнесе. Эти вопросы больше по работе или жизни? Ну, они очень сильно разные. Они очень сильно… Каждый момент времени они очень разные. То есть у тебя есть какие-то проблемы… Ну, как это можно сказать… Я жизнь и работу не разделяю. Вот. Поэтому, в общем-то, книжек прикладных, таких прям совсем прикладных, да, как там, не знаю, какой-нибудь про скрам какой-нибудь менеджмент, да, это, наверное, прикладная книжка. Таких книжек, я считаю, немного. Ну, ты читаешь книжки какого плана? Философские, мотивационные, там, технические, биографические, автобиографические? Я, в основном, читаю книжки, ну, в смысле, почти все книжки, которые я читаю, так или иначе связаны с бизнесом. Вот. И мне даже тяжело сказать, честно говоря, как я принимаю решение, какую книжку в следующей буду читать. Есть какие-то отдельные темы знаний, которые мне интересны, там, типа менеджмента. Есть какие-то отдельные темы знаний, которые мне интересны, ну, люди такие автобиографические, хотя, на самом деле, там очень много чего пишешь, ну, например, про Джобса, или про Маска, или про Бизеса, или про того же Брэндсона. Какие-то такие вещи, которые, ну, вот они выходят, это просто, ну, я считаю, это какой-то мастер, да, если ты в этом бизнесе находишься, если ты так иначе не пересекаешься. Ну, я там пересекаюсь с Apple, я пересекаюсь, понятно, с Amazon, я пересекаюсь и с Alibaba, например, да, то есть все эти вещи тебе, ну, как бы, стоит знать. Там очень много всего, по-моему, мне не очень много всего полезного. А если не полезного, то просто познавательного, интересного, потому что очень интересно посмотреть, не знаю, на то, что происходило, например, с Безосом, еще раз повторяю, там, прямо, ну, не знаю, я очень много на себя беру, конечно, мы далеко не Amazon. Где-то из себя можно все это пропускать. Да, мы далеко не Amazon, но очень много вещей, которые там прочитали в этой книжке, прямо вот это наш Паттерн, он же тоже начинал с женой, он был с ней в партнерстве, она была самым главным партнером. Да, он начинал с этой книжек, да, но она была его основным партнером, там, долгое время. И, там, абсолютно доверие, все эти вещи, они все там проходят. Как он начинал новые категории, как он с этими новыми категориями бизнеса, боролся со своими, собственно говоря, существующими, тоже менеджментом, какие были внутренние его конфликты самого Amazon. Все это прямо, ну, про нас, про нас, про нас. Ну, а где-то что-то там тоже с тем же, с тем же Львобой там что-то где-то как-то пересекается, да, пересекается то, что Львоба, что он начинал, Джекман начинал бизнес в коммунистическом Китае, который, на самом деле, сильно был похож на, ну, ее детство коммунистическое и посткоммунистическое Украина. То есть такие какие-то вещи, интересно. А вот еще такой вопрос по поводу географической экспансии. Это был мой вопрос, который я хотел сейчас задать. Да? Вы хорошо окопались в Украине, да, и вот есть мысли по поводу экспансии, да, вы сейчас получили очень хороший опыт. Думайте об этом. Вначале, вначале слабая сторона, а потом сильная сторона. Слабая сторона в том, что все поставщики стараются не допустить роста монстра. То есть они стараются не растить мультинациональные бизнесы. Никому не нужен там, ну, не нужен бизнес, который будет рвать Samsung в 20 странах. Потому что мы будем диктоваться двумя, что надо делать. Не они нам, а мы им. И это слабая сторона, потому что это реальные товары, это не сервисы и так далее. Сильная сторона, конечно, мы знаем, что делать. И мы смотрим по сторонам, но пока успехов вне Украины нет. А поглощение? Ну, то есть видите рынок, он вам интересен, видите компанию? Если честно, если честно, эта проблема связана с оценкой украинских активов. То есть для того, чтобы сделать это поглощение, нужно либо было заработать много денег, либо каким-то образом привлечь много денег. Ну, привлечь, да. Да, ну, привлечь можно под что? Под идеи, под мое имя или под более реально, да, под какую-то долю в розетке. То есть то, что делают большие игроки, да, они там продали 5% акций и там кого-нибудь купили. 100% кого-нибудь или 2% акций и купили кого-нибудь 100%. У нас такая штука не работает, потому что оценка украинских активов, она на низком уровне. Мультипликаторы низкие, то есть если я продам 5% в розетке, скажем, то я, скорее всего, куплю 5% там казахского бизнеса, ну или там 10-15%. То есть большой какой-то разницы, ну, нет у этого мультипликатора. Поэтому приходится искать какой-то креативный подход, который пока не найдет. А что с государством? Продолжается вот, ну, какие-то негативные вещи. А насколько вообще государство в истории вашего развития, оно мешало, так скажем, отбирало хлеб или где-то наоборот помогало? Ну, государство там ничем не помогало. Украина была несколько историй, несколько путей, каждый путь с новым президентом, да. Розетка застала трех президентов, ну, четвертого, четырех президентов уже. Про четвертого говорить рано, потому что он только начал. Первый президент был Юченко. Он был абсолютно демократом, назовем это так. И мы в его время родились, и большая заслуга Юченко, на самом деле, в том, что... В том, что Украина такая, как она есть сейчас. И в том, что есть розетка. Никто нам не мешал, никто нас не трогал. Были какие-то мелкие какие-то там наезды, какие-то там, ну, такие щипачи, знаете, то, что называется. Мы их очень быстро переросли, и первых семь лет нашей жизни мы, в общем-то, с органами не встречались. Затем в 2010 году пришел Юнакович. Юнакович был откровенным вором. Но если в странах, в которых не было до этого такого либерального, экстралибер... Овсениберального режима, да, он бы, наверное, как-то прижился бы и... И как-то бы, наверное, как-то, как-то казалось бы, что так и есть. Знаете, как история про лягушку, которую подогревают потихонечку, она и не знает, что и варит. Вот. То в Украине это случилось по-другому. После... В хорошем смысле слова, всеразволенности, появился монстр, который начал... Отжимать, воровать и так далее и тому подобное. И мы столкнулись с попыткой рейдерского захвата. И с хорошего для нас. Мы все-таки значительной степени IT-бизнес. И у нас нет фабрик заводов-пароходов. И когда они дожали меня до ситуации, когда уже дальше было... Ну, я дальше уже не мог ничего с этим дальше сделать. Я говорю, ну, забирайте. И был такой диалог, типа, а что забирать? Я говорю, все, забирайте. Так мы ничего не видим. Я говорю, так все, что видите, и забирайте. Не-не, так мы ничего не видим. Я говорю, ну, поищите. На самом деле, на этом практически после этого все закончилось. Потому что они поняли, что рабов уже нет. Заставительные силы работать на себя не получится, а забирать нечего. Вячеслав, извините, а у вас юрисдикция в Украине? Тогда была в Украине, да. Сейчас мы построены через классическую схему с иностранными инвесторами. Украинское юридическое поле слабо защищает инвесторов. Поэтому мы построены через иностранную юрисдикцию. Но это не принципиально. То есть бьют же не по паспорту, а по морде. Никакая юрисдикция большой-большой роли не играет. Но, на самом деле, после этого у нас практически все закончилось. Еще через полгода, через год после этого их снесли. И сейчас они вроде беглецов, а мы, в общем-то... То есть, я так понимаю, государство вам никогда не помогало? Нет, нет. Сейчас после этого был, да. После этого был, собственно говоря, третий президент в нашей истории. Была война, потеря территорий, значительные потери финансовые для Украины. Но государство было не до нас. То есть мы работаем по правилам, которые прописаны в Украине. Эти правила сильно поменялись в лучшую сторону. То есть там где-то наверху, может, там все пишут, что кто-то ворует. Но я в этом не участвую, поэтому я не могу подтвердить ни проблемам. Вот. А внизу мы живем по украинским законам и по писаным и не писаным украинским правилам. Государство... Но государство мы никак не пересекаемся. Он не мешает и не помогает. Сейчас новый президент, новое веяние. Нас пытаются резко Украину пытаться зазнать какие-то новые правила. Очень такие, как они говорят, европейские. На самом деле очень сильно полицейские и юридические. То есть они пытаются проверить, с каким мясом плов мы едим. Вот. И как будет, ну пока непонятно. То есть или хорошо будет, или нехорошо будет. Это сейчас происходит, да? Да. Моя позиция такая, что да, мне из государства ничего не надо. Лишь бы меня не трогали. То есть... Как не может помочь государство. Только прозрачными правилами. И защитить, чтобы нас там не воровали на улице, условно говоря. Вот у вас по налогам, есть какие-то льготы для e-commerce? Нет. Вообще никакие? Никаких нет. Более того, сейчас e-commerce объявлен главным врагом государства. Государство считает e-commerce главным укрывателем налогов. То есть не воровство государства, государственные деньги. Не неэффективное управление государством. А вот e-commerce сейчас является для... Вдруг государство решило с нами бороться. Вот еще такой подход. Многие бизнесмены, IT-бизнесмены, они строят компании для того, чтобы потом продать и заработать. А для тебя розетка – это дело всей жизни, или это бизнес-проект, который ты можешь продать, выйти и заработать? В тот момент времени, когда я решил пустить к себе инвесторов, этот момент уже был переломным. То есть розетка – это в любом случае не мой ребенок. То есть ребенка я не продам никогда, ни в никаких условиях. А розетку я могу продать. Не хочу. Во всяком случае пока. То есть мне это интересно. Бизнес растет, бизнес дровит. Очень много чего еще можно сделать. Горизонты хорошие и так далее и тому подобное. Поэтому продавать не хочу. Но если будет супер предложение, условно говоря, или какие-то другие условия, то могу и продать. Но ты продавать не хочешь, потому что видишь еще потенциал. Да, но мне это интересно. Это моя жизнь. А изначально, конечно, никто не строил бизнес на продажу. То есть мы изначально строили маленький бизнес. Мы изначально строили такой себе интернет-голаретчик. И наши отношения к бизнесу и наш бизнес развивался, собственно, вместе с нами. Я не знаю, хорошо это или плохо. Все рассказывают про две ноги или еще про дополнительные точки опоры и так далее и тому подобное. У меня такого нет. Я даже себе не представляю, как это сделать. Потому что очень много усилий тратится на движение бизнес вперед. Я в какой-то степени оправдываюсь, может быть, но бизнес быстро развивается. Все-таки нужно много усилий для того, чтобы он развивался. Он в нестабильном состоянии, он в состоянии роста. И поэтому нужны усилия для того, чтобы... Постоянное ежедневное усилие для того, чтобы он двигался вперед. Поэтому я себя... Я сам себе это объясняю таким образом, что нет времени, нет идей никаких. Потому что движется вперед хорошо. Вы же видите потенциал, горизонт еще. Да, да. Но опять-таки мы же не знаем. Это может быть, это просто какой-то способ саму себя успокоить. Нету таланта. На самом деле, ты поступаешь абсолютно правильно. Я по этому поводу даже как-то мастерка вас проводил по поводу, что нельзя путать соединения бизнесмена, который любит свой бизнес, и инвестора. Инвестор, он не должен любить бизнес. Он должен зарабатывать на тех людях, которые любят свой бизнес. И подтверждение этому, вот ты сегодня в начале беседы сказал, что все твои неудачные проекты, это были проекты боковые, не связанные с основным твоим бизнесом. Это не связанные с розеткой. А после того, как ты нашел правильную модель, правильный бизнес, дальше правило очень простое – усиляй сильное. Чем ты и занимаешься, в принципе. И тебе это интересно, и это наиболее выгодный способ, на самом деле, инвестирования и развития. Поэтому я думаю, ты абсолютно правильный в этом бизнесе. Я отношусь ко всему как к временному явлению. То есть успех или неуспех – это все временное явление. Много раз тебе задавал вопрос. Ну, мне задавали вопрос, я сам тебе внутренне задавал вопрос. Вот ты там успешный человек. Что так успешный человек? В какой у меня теме? Сейчас успешный, завтра не успешный. В чем-то успешный, в чем-то неуспешный. Поэтому, да, то есть, как бы, вот эти все вещи, правильно ли я делаю, на самом деле, будет понятно через какое-то там… Когда черту надо будет поговорить. А за какие направления отвечаете? Да, ну, учитывая, что я мажоритарий и генеральный директор, я отвечаю за все. Какие функции вы делаете? У нас есть такое неформальное разделение с самого начала. Я отвечаю за стратегию и за маркетинг. Супруга отвечает за исполнение, за операционку. Она до сих пор, да? Да, она будет в бизнесе. Мы парнем в бизнесе, она больше времени проводит. Потому что операционка на ней, она больше времени проводит. А как в отношениях у вас? Вот, ей выход на ход реально сложно. Вот, у меня тоже супруга… Ей сложно, когда я выезжаю на ход. Супруга у меня Сева, ну, как бы, она занимается операционкой. А я вот тоже… Мне интересно, как это у других получается. Почти везде так. Почти везде женщины занимаются больше операционкой. Почти везде. Они более… Ну, более усидчивые. Более усидчивые. Более… Более… Скрупулезные. Скрупулезные, да. Я пытаюсь просто, знаете, как это… В Украине не замечаешь, когда используют украинские слова. Когда не в Украине, то замечаешь. Я пытаюсь подобрать неукраинское слово, да. Поэтому, да. Поэтому они более усидчивые. Более скрупулезные. И… Вот все пары семейные, которые я знаю, везде женщины отвечают за операционку. А мужчины отвечают больше за какие-то такие проекты. А может это просто мужчины хитро так устроили? Я вот когда это говорил, потому что я об этом подумал, да. Да. Может быть, это… Мужчины специально так создают ситуацию. А бывает, что она вам говорит там… Я, наверное, хочу чем-нибудь там другим заняться. Там, давай кого-нибудь на мое место. Вылетать и улетать. Ну… Ну… Вначале, когда строился бизнес, было очень много конфликтных ситуаций. Она у меня… Женщина бескомпромиссная. И… Очень много было моментов, когда там она там… Что-то мне говорило, типа, или так, или я табуду, или так, или так, или никак. Вот какие-то такие вещи. Но… Бизнес развивался. И отношения развивались. И все-таки брак… Через 18 лет отличается от брака через там… Полгода или там… От молодого брака, скажем так. Поэтому… Всякое бывало. Вот на каждом этапе, вот даже сейчас, например, Вы там чувствуете бизнес без нее? Ну, то есть… Ну, то есть… Слушай, ну, это провокационный вопрос. Ну… Я просто… Я понимаю, что я бью в такое место, потому что… Нет, нет. Это провокационный вопрос. Но… Опять-таки… Я придерживаюсь мнения, что нет незаменимых людей. То есть, однозначно, многие вещи, которые, например, я сделал там так или по-другому, кто-нибудь там… Назовем так, профессиональный степень, мог бы сделать лучше. Но есть же вопросы, связанные с умножением… Твоего… Статуса, связанного с тем, что ты владелец бизнесом, с умножением с твоими… Как это? Вот я приду и спрашиваю. Опять пытаюсь уйти от украинских слов. С служебными полномочиями. И в этот момент времени это неперебиваемая, как бы, комбинация. То есть, она может принимать решения, которые… Там… Сейчас ведут к каким-то потерям, но долгосрочно мы выиграем, например. А там какой-нибудь SEO или наемный сотрудник такие решения, скорее всего, не примет. Он просто побоится. А даже если он примет, то как он будет применять после этого собственнику такие решения? Скорость принятия решений. То есть, естественно, когда ты собственник и ты в бизнесе, ты гораздо быстрее… Теористически. Ну, потому что бывает по-разному. Теористически ты гораздо быстрее будешь принимать решения. И эти вещи тоже достаточно тяжело побороют наемному сотруднику. Ну, там… В какой-то степени подтверждение этой истории, да, что самая долгоживущая, например, компания – это семейная компания. Не существует в мире ни одной публичной компании, которая существовала более ста лет. То есть, General Electric была, в принципе, чуть ли не самой старой публичной компанией. И фактически она сейчас на стадии банкротства. Поэтому эта история, когда у тебя семья и у тебя семейный бизнес, и ты в бизнесе, и в то же время ты владелец того бизнеса и так далее, она теоретически самая быстрая, самая устойчивая. Но она же ограничивает и твои какие-то другие вещи. Да. Потому что вечером ты за ужином разговариваешь о работе. Слушай, ну о чем бы ты разговаривал сегодня, был работой? Ну, да. Ну, о чем-то люди разговаривали. Хорошо, сейчас только в театр. Я делю людей на два типа. Это ставильщики проблем и решальщики проблем. Есть люди, которые постоянно ставят проблемы, а есть люди, которые постоянно решают проблемы. Но в то же время это абсолютно не умаляет такого инструмента, при котором первый руководитель должен в первую очередь слышать проблему. У тебя есть какой-то механизм, при котором все знают, что если у нас возникает проблема, то в первую очередь нужно докладывать от тебя. Я не могу сейчас этот механизм описать. Мы просто пытаемся эти проблемы не заморчивать. Мы пытаемся копаться в проблемах из хорошего от относительно хорошего. Относительно хорошего, потому что это плохо влияет на твои настроения. Относительно хорошего то, что онлайн-бизнес имеет обратную связь, в отличие от офлайн-бизнеса. То есть ты можешь постоянно получить обратную связь от твоих клиентов. Если даже кто-то тебе эту проблему не говорит, условно говоря, не замалчивает или еще как-то. Если тебе это интересно, ты все проблемы эти видишь. Но ты читаешь? Да, я читаю. Есть отзывы, я открыт на Фейсбуке, мне постоянно туда пишут, я призываю туда писать, условно говоря. Я реагирую на все эти вещи. Есть разные типы жалоб, понятно. Есть какие-то жалобы, которые связаны с особенностями работы розетки. Такие типы жалоб, я не знаю, что с ними делать. Я их накапливаю и в будущем я либо поменяю способ работы розетки, либо люди поменяются. Потому что, например, изначально, как пример, изначально люди требовали от нас суперсервис. Что такое суперсервис? Они требовали, чтобы мы привезли на выбор несколько товаров. Они хотели, чтобы менеджер по доставке, так они водителя называли, менеджер по доставке или курьера. Менеджер по доставке объяснил разницу между этими товарами и помог им выбрать. Но мы не обеспечиваем такой сервис, потому что мы интернет-магазин, мы, в общем-то, по природе свои дискаунтеры. То есть мы должны продать дешево и максимально дешево, максимально быстро. И с каким-то приемлемым уровнем качества. Ну, с заданным уровнем качества. Так на заданный уровень качества не подразумевает консультации от водителя. Но люди это требуют. Или есть какие-то другие вещи. Например, нас постоянно критикуют, что у нас приезжают разные товары, заказ приезжает несколькими частями. То есть есть вещи, которые мы не можем объединить. Например, от разных поставщиков или от разных продавцов. Мы не все-таки маркетплейс. И мы не можем объединить, например, с третьей стороной, с розеркой. Нас критикуют. И это остальная боль от наших покупателей. Что я могу с этим сделать? Я могу поменять свои бизнес-процессы. Я их пытаюсь поменять. Но в то же время тот же Amazon эту проблему не решил. Ну вот, то есть это накапливается в копилочку. Мы пытаемся найти решение, раз там регулярно, сколько-то времени. Но пока такое решение не нашли. А есть какие-то вещи, когда, например, сбой по доставке происходит. Мы не привозим там, не знаю. Ну, как бы, я не знаю, сколько это там. Это звучит смешно, но, тем не менее, это же особенности украинских реалий. Как доставляет Amazon? Amazon доставляет, под дверь ложат и уходят. Как доставляет в Украине? В Украине надо доставить клиенту, отдать товар в руки. Он может еще проверить, что этот товар целый. Тот товар, который ему надо, он не разбитый и так далее. И вот люди жалуются, например. Приехал ваш курьер, а я была в душе. А он мне позвонил, а я не взял трубку, потому что я была в душе. На пороге, например, вводятся какие-то новые процедуры, условно говоря. СМС водитель подъезжает, не знаю. Все равно это не означает, что девушка не будет в душе. То есть она может быть в душе 40 минут, а не 15. Но уже каких-то проблем меньше. Потом у нас, особенно Киев, развивается сейчас неплохо. У нас появилось большое количество домов с консьержами. Ну, то есть новостроек с консьержами, какие-то там в закрытой территории. Там уже мы можем с консьержами договариваться, с консьержами строят эти товары. Да, не по двери в квартиру, но у консьерж. Ну, мы такие процедуры, например, сейчас вводим. Вот мне очень интересно послушать на таком масштабе, да, как розетка, что вы на ежедневной основе как ГД садитесь и смотрите. Может быть какие-то три основные метрики, по которым вам становится понятно, хорошо сегодня день идет или плохо. Или вот хорошо вчера прошел день или плохо. В реальном времени смотрите? Или за вчера? За вчера. За вчера. Ну, а как я использовал? Ну, то, что я вижу сейчас в реальном времени, что у меня есть какой-то там провал, что… А, да еще я смотрю стоимость конверсии. Того, что я посмотрю сейчас, за то, что есть какой-то провал на вчера, то что… Со стоимость конверсии, на самом деле, тоже история такая. Она тоже не очень показательная, потому что… Я говорю, что стоимость конверсии надо, конечно, не ежедневный режим. Не ежедневный режим, потому что получили люди зарплату или не получили, стоимость конверсии сильно меняется. В общем-то и конверсия меняется тоже. Поэтому я тоже смотрю, как бы я там делаю по этому поводу какие-то эти вещи. Второй вопрос. От того, что у тебя сегодня меньше людей, например, чем вчера. Что ты сегодня сделаешь с этим или завтра? Что ты завтра с этим сделаешь? То есть на эти вещи там… Поэтому все равно надо смотреть на какой-то динамики и понимать какие-то решения. Поэтому я-то эти вещи смотрю, но, если честно, то на эти вещи в ежедневном режиме влиять тяжело. В ежедневном режиме. Да, в режиме еженедельном или ежемесячном, конечно, я на это дело влияю. И, конечно, я на это дело смотрю. То есть, конечно, у меня есть ТПА и бизнесы, которые я меряю, на которые я обращаю внимание. Но, например, я небольшой фанат цифр, небольшой фанат нет. Потому что… Ну, в какой-то степени подтверждение этому, да, есть большое количество бизнесов, которые… Ничего не так. Есть несколько бизнесов в Украине было. Которые были супер фанатами. Все считали. Прям все считали вот так до миллиметров. И их нет. Они обанкротились, они перестали существовать. Ну, наверное, их не все считали. Я считаю не так все точно. Да, понятно, что растущий бизнес, видимо, это небольшая конкуренция позволяет эти вещи делать. То есть, чем жестче бизнес, тем лучше тебе надо считать, чем точнее нужно считать. Вот. Но… Ну, пока, я бы позволяю, пока мне удается все это делать таким образом. Ну, я не стремлюсь точно… У меня нет такой задачи лучше сейчас оставить там, знаешь, как говорят, мятину в истории там или… И какие-то такие вещи там следует истории. Таких больших идей у меня… Таких больших идей у меня нет. Я, в всяком случае, пока до этого не дошел. Деньги дают свободу. И за счет того, что я могу оказаться сейчас, уважаемым Аргулановым, в степи и в очень хороших условиях… С таким плавешником… Да. Который… Сам подстрелил… Который получается не бесплатно, назовем так. Это однозначно положительный результат моего бизнеса и положительный результат моих усилий предыдущих. И, конечно, это меня, так сказать, подогревает делать усилия дальше для того, чтобы эти вещи в моей жизни не заканчивались. Ну, и да, я счастлив. Мое мнение, что, в общем-то, только счастливый человек может делать успешный бизнес. И, как бы, в любом случае, надо находить какие-то… Всегда нужно находить какие-то способы, так сказать, искать себе счастье, искать себе какой-то положительный момент в жизни. Ну, опять, это мои особенности, да. Вот Аргуланов, я спрашивал про факапы и так далее. Но я не помню. Ну, реально не помню. Знаешь, они наверняка оставили рубцы какие-то и оставили какие-то выводы в моей голове. Но сказать, что я на кого-то сильно виделся, условно говоря, и там я… Ношу в себе какую-то такую вот штуку, я там в себе обязательно, там, не так далее, там, учу, да. И эти вещи не делал. Ну, конечно, если будет повод. Да нет. Всех факапов ты оставляешь уроки, забываешь сам факап. Да, я стараюсь, конечно. Я недавно прочитал одну фразу в Фейсбуке. Я, говорит, не злопамятный человек. Просто хочу отмыть, сегодня 10 лет. Какая-то, смотришь, в комментах оставила про меня. Какая-то, куда-то будет. Ты оставляешь только уроки, а сами факапы забываешь. Ну, негативы все это нужно забывать. В любом случае, то есть нельзя оставлять. Ну, слушайте, это так же, как если ты поломал руку, и ты всю жизнь помнишь, как у тебя болела рука, когда ее поломала. Ну, ты же, она же, по-прежнему, у тебя поломана. То есть, для того, чтобы она уже работает. А вот еще такой момент. Я часто говорю, что прибыль в бизнесе делается в момент покупки, а не в момент продажи. Тем более, я уверен в твоем бизнесе, ты там маржу, маркап слишком наращивать не можешь. И у тебя и конкуренты, и так далее. И вот, соответственно, я так подозреваю, что один из секретов прибыльности бизнеса – это то, как вы закупаете товар. Есть в этом плане у вас какой-то buying power и инструмент давления на поставщиков. Как вы продавляете хорошую цену? Ну, история меняется. И когда ты был маленьким, и все остальные были просто ленивыми, большими, ленивыми и так далее. Последнее с тобой ты просто мог купить дороже, чем они покупают. Но за счет того, что ты был активнее и… И больше продавал? Да. Активнее, скажем так. Ты больше зарабатывал. Да, они там проедали это дело на маркетинге или на секретарше, извините. Сейчас история поменялась. Сейчас у нас уже есть… С одной стороны, у нас есть buying power, потому что какой-то… Ну, есть какой-то… Не какой-то, а большой объем. Есть способы оценки, что мы покупаем, что мы не покупаем. Раньше все-таки мы это дело делали на пальцах. Но есть и минусы, да. Есть и минусы скорости принятия решений. Есть и минусы, связанные с новыми продуктами. То есть все знают, да, что большие розничные сети – это большая проблема для поставщиков. Потому что… Ну, почему мы не должны пробовать новые продукты? Ну, у них и так все получается. Зачем новый продукт? А новый продукт – это новая возможность, это новые клиенты и так далее и тому подобное. То есть мы такие вещи тоже от таких вещей уже страдаем. И мы пытаемся с этими вещами бороться. Вторая история – все-таки есть вопрос эффективности. То есть, кроме того, сколько ты зарабатываешь, есть вопрос эффективности, сколько ты на это дело тратишь. То есть в интернет-бизнесе, все-таки в моем бизнесе, да, две основные затраты – это логистика и маркетинг. И сколько стоит логистика на единицу товара и сколько стоит маркетинг на каждую продажу – это важные вещи, которые могут тебя оставить без штанов, скажем так, или могут сделать тебя богатым человеком. Поэтому только цена покупки – это ничто. И третий вопрос, четвертый вопрос, который очень важный – это вопрос, а может ли ты так эффективно это делать на объеме? Потому что, например, с той же рекламой можем покупать очень эффективно очень мало рекламы. Ну или мало, или недостаточно рекламы – можем покупать очень эффективно, очень эффективно. мы можем покупать какие-то отдельные товары очень дешево но и будет мало ну то есть там какой-нибудь там скупать не знаю я буду сейчас образно говорить утрировать и не знаю товару развившегося поставщика ну ты можешь купить очень дешево там 25 коробок чего-то больше у него нету ты никогда больше 25 коробок не купишь да ты заработаешь какие-то экстра деньги там в 2008 году я так очень много заработал этому ну как бы в рамках текущего объема моего значения только текущего мужчину его не очень молода тогда это было очень много я очень много заработал потому что ни у кого не молодил ведь мы конкурентов то есть офлайн-сети не были полная товара того ж классическая схема там покупка покупаем там за три месяца три месяца вперед там и так далее там подобными а мне не было товара но у меня были д klass у меня были деньги я точка и может говорится про супер цену кусал всех этих больших игроков зарабатывал хорошо и кусал хорошо сейчас я бы наверно это не повторил просто потому что я теперь такой же большой как они ну теперь у тебя есть big data и ты можешь уже делать такой prediction какого товара больше закупить какому сезону она на самом деле есть и оффлайна тоже мы недооценим оффлайн потому что оффлайн очень на самом деле динамичный тоже тоже динамичные и технологичными они тоже понимаете вы интересуются они тоже имеется там те же те же доступа к всяким там prediction и так далее да у них как бы какие-то может быть чуть хуже понимание своего собственного покупателя чем у онлайн бизнеса потому что там нету каких-то пересечений но чего-то нет да но cookies тебе не говорят что ты продашь вот и есть же проблема связанная с интересом и с продажами и опять-таки есть ошибки ошибки когда ты ну например мы сейчас занимаемся одежда уже очень хорошо мы успешный игрок в одежде в украине да но мы должны этой осенью решить что мы будем продавать следующим летом и если мы можем угадать фасон например плюс-минус там есть какие-то тренды которые прослеживаются до которые специалисты умеют прослеживать и умеют догадывать то будет ли это полтора месяца или четыре месяца очень сильно влияет на то сколько купить товара и в мае начнут продаваться холодные вещи для тепла да летние вещи или они начнут продаваться в июле какую-то базицу мало купишь а если много много купил она не выстрелит поэтому да потом а потом же опять таки есть еще нюансы и с фасонами тоже есть нюансы то есть на самом деле есть такие какие-то ну это просто уже как анекдоте но тем не менее да дольче габбана выпустила какую-то коллекцию чем сильно обидел китайцы и не помню конкретно что они сделали это название да что то не было связано с этим самым с рекламой да и дольче габбана пристал продаваться китай вообще все знают что китай там самый большой рынок для всех вашего для высокого ну это знатный факт представляете что как почувствовали себя все эти ретейлеры которые накупили красивую коллекцию дольче габбана свечи вот вот поэтому да я виду китайцы конечно конечно китайцы все остальные почувствуются тоже не очень хорошо потому что просто дольче габбана сильно перешивило потому что повелся обратный обратный поток ну там такие заработки что в принципе они могут это просто уничтожить ничего такого не пройдет вы много раз сегодня разговора упоминали украину и чувствуется что это очень близко вашему сердцу что вы сейчас думаете о ситуации как она вообще разрешится конкретный вопрос потому что ну с одной стороны очень близкий потому что как он может по-другому это моя родина там лет война убивают моих соотечественников ежедневно забрали часть территории как бы и пока нет решения на самом деле этого вопроса мне бы хотелось конечно чтобы этого всего не было решение этого вопроса нет сейчас не у россии не украины то есть украины единство решения мы хотим победить а как победить пока не очень понятно потому что россия значительно сильнее и скорее всего эта игра очень-очень-очень-очень-очень долго. Поэтому ищи выходы. А насчет Украины, ну, как бы я, повторяющий раз, там моя родина, я там родился, вырос и изначально и все мои родственники там родились, в смысле, все мои предки там родились и выросли, насколько я знаю это. В современном мире это не единственная опция, но мне бы хотелось сильно, чтобы она была лучшей опцией в моей жизни. А дети ваши будут учиться в Украине? Я не знаю, я пытаюсь справить, старшего сына пытаюсь справить учиться в Америку, он пока переживает по этому поводу. Младший еще очень маленький, поэтому еще пока не говорите вам. Но, опять-таки, любому как бы из нас есть чем учиться на Западе. Там все-таки значительно более устоявшаяся система, скажем так, и во много раз больше конкуренция, много раз жестче рынок и жизнь. И нам есть, чему у них поучиться. Поэтому, исходя из этого, да, я хотел бы, чтобы он там учился. А выбор будет только за ним взрослый человек. Ну, в смысле. Ну, как отец, да. С одной стороны, я хочу, чтобы он вернулся. С другой стороны, моя задача дать ему путевку в жизнь. Дальше он может решать, как ему хочется, где ему будет хорошо. То есть, ну, классическая схема. Найдет он себя там, не вернется. Не найдет, вернется. Если говорить про общую ситуацию, то все китайцы и индусы сейчас возвращаются на родину. То есть, не остается китайцы учиться. Ну, практически не остается. А тех, кто остается, я с ними разговаривал, не жалею. Почему я остался? Все уехали, стали миллионерами там в Америке, в Китае. А я какой-то дом у на Америке. Поэтому, если Украина будет развиваться, он точно вернется, потому что будет... Зачем вернуться? А если Украина будет... Не будет развиваться, то... Хочешь ли ты, как отец, чтобы твой ребенок приехал в страну, в которой нет блоги? У нас впереди еще неформальная беседа. Потом, как казахи говорят, «Ален беру изу, завтра общайщик» или переводится. А теперь давайте по-нормальному посидим чай попьем. Вы чуть продробнее, потому что вы не подготовлены. Мы тепло одеты. Я хотел бы задать последний вопрос, и дальше будем прощаться. Слава, вот скажи, что тебя связывает с Казахстаном? История взаимоотношений с Казахстаном. Родственники, не родственники, знакомые, друзья. Вообще, как Казахстан в твоей жизни как-то пересекался? Ну, у меня есть много знакомых, которые служили в Казахстане или имели родственников в Казахстане. Несколько ребят, которые уехали, казахские немцы, которые уже живут в Европе, которыми я общаюсь, которые из Казахстана. Я чувствую, что какое-то родство с Казахстаном, потому что мне гораздо проще общаться с людьми из Казахстана, чем с русскими. У нас есть много общих тем, и нет никаких, нам нечего делить, есть что вспомнить. Я очень люблю природу, и то, что я оказался сейчас здесь, и то, что я вижу по сторонам, вокруг, мне очень нравится. И точно могу сказать, что я еще не раз приеду. Это твой первый приезд в Казахстане? Нет, я был до этого в Маке два раза, и не был в Казахстане, и не был в Казахстане. Спасибо большое за беседу. Еще раз напомню, сегодня у нас в гостях Владислав Чечеткин, основатель компании «Розетка», крупный бизнесмен, IT-бизнесмен в Украине, известный. Вы можете посмотреть все его интервью в YouTube-канале. Тема сегодняшней встречи была – факапы или фейлы Владислава Чечеткина, но об этом мы почти не говорили. Как обычно, скатили все либо к техническим вопросам, либо к его успехам. Но одно я понял, что все-таки Слава извлекает уроки и несет с собой в будущее уроки своих факапов, в то время как детали самих факапов оставляют за бортом. Спасибо, ребята, что вы приехали в такую даль. Большинство из вас прилетело с Алматы. Есть ребята, которые прилетели в других городах. И вы проделали такой трех с половиной часовой путь со стороны на машине. Я надеюсь, это того стоит. Я пытался как-то скрасить и как-то улучшить атмосферу за счет плова. Сейчас мы готовим шашлык из той дичи, которую мы заготовили. Но это, правда, традиционная конина. Когда у казахского охотника заканчивается дичь, он переходит на конину. Ты знаешь, вот есть такой анекдот, в Украине можешь рассказывать. Казахи всегда были лучшими кавалеристами. Ну, на крайняк сытой пехотой. И вот на этой веселой теме сейчас перейдем к шашлыку и неформальной, неофициальной беседе, не на камеру. Еще раз прощаюсь с вами, следите за моим каналом, жмите на колокольчик, лайкайте, комментируйте. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо большое!